МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В салоне тончайшая кожа ручной выделки и элитное дерево 130 пород. Джойстик управления отделан чистейшим горным хрусталем. В обшивке потолка 1340 светодиодных ламп создают иллюзию мерцания звезд Млечного Пути. И, конечно же, новейшая электронная начинка каждого дюйма этого двухдверного пятиметрового фастбэка. Новинка от классиков мирового автомобилестроения роскошный английский призрак купе Роллс-Ройс Рейс в руках впечатленных увиденном российских автоэкспертов. Андрей Хрисанфов. Кожа – это щи, это для простого народа. Андрей Матвеев. Надежда ночевые очень многое с людьми делает. И Александр Добин. Отсюда вы вот внимательно читаете в договоре все то, что написано мелким шрифтом. В программе… Гранд-тест. Гранд-ройс, то есть тест. Гранд-тест. Он, как и все модели компании, собран вручную. Каждый экземпляр единичный. При сборке Роллс-Ройс Рейс использовано 6464 точки сварки и 900 лазерных сварных швов. Он сохранил все классическое наследие бренда. От аналоговых приборов панели до механических часов. Он вобрал в себя все современные технологии автомобилестроения. От интерактивного кругового обзора дочитающий дорогу от GPS-координации скорости. Впечатлит ли все это ведущих программы? Если честно, я вообще не автомобилист. Летом я езжу на мотоцикле, а все остальное время на метро. Я не знаю, зачем меня пригласили на эту передачу говорить о такой машине, но что-нибудь попробую сделать. Нарушение традиций. Роллс-Ройс пересаживает с заднего сидения владельца на переднее. Насколько это взаимозаменяемо? И вообще, тот ли Роллс-Ройс, о котором мы столько знаем в стереотипном представлении, представили нам английские инженеры? А я, пожалуй, займу место в заднем отделении кузова. Это все-таки Роллс-Ройс, и в нем принято ездить сзади. Есть моменты, когда стараешься запомнить ощущения. Понимание приходит гораздо позже, потому что эмоции в случае с новым Роллс-Ройсом гораздо важнее, чем технические характеристики. Автомобиль, ломающий традиции и бережно их сохранивший. Разве такое возможно? Новое слово в истории самого старого и самого престижного мирового бренда в уникальном телевизионном эксперименте в ближайшие полчаса на телеканале Автоплюс. Машина мечты. Для кого-то это поддержанные Жигули, кто-то может позволить себе в кредит корейца, а кого-то устроит только машина из первой немецкой тройки. А о чем мечтать, когда ты можешь позволить себе все? Меня зовут Андрей Матвеев. Это программа Гран-Тест. Здравствуйте. Андрей Матвеев. Руководитель и владелец автомобильного пиар-агентства. Был первым, кто познакомил россиян с китайскими автомобилями. Возраст 37 лет. Водительский стаж 15 лет. Стаж в автомобильном бизнесе 11 лет. Любимый автомобиль – мотоцикл. И по принуждению BMW 3 серии. Представляешь себе что-то большое, с двухцветным кузовом, с салоном обшитым прекрасной кожей, безумно дорогое и столь же бессмысленное. Роллс-Ройс. Посмотрим, стоит ли о нем мечтать. Автомобиль Роллс-Ройс Рейс. Длина 5,3 метра. Привод задний. Двигатель бензиновый, V-образный, 12-цилиндровый. Твин-турбо. Объем 6,6 литра. Мощность 624 лошадиных силы. Максимальный крутящий момент – 800 ньютон-метров. Коробка передач – восьмиступенчатая. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км в час. Разгон до 100 км в час – 4,6 секунды. Паспортный расход топлива в городском цикле – 22 литра на 100 км. Цена тестируемого экземпляра – 18,5 миллионов рублей. Здесь все для аристократов 21 века. Если у вас нет дворецкого, его заменит вот такая вот кнопочка. Огромная куча хрома. Кожа бог знает какой цены. Красивейший дисплей. Аналоговые часы. Здесь чувствуешь себя настоящим небожителем, потому что и до неба рукой подать. Я не знаю, сколько здесь цилиндров. Я не знаю, как она разгоняется до 100. Мне просто интересно, как это все богатство может ехать. Мотоциклисты раскланиваются друг перед другом, когда встречаются. Интересно, владельцы Роллс-Ройсов делают то же самое. Или нет? Забыл пристегнуться. Первое ощущение, наверное, самое важное. Ну, едет себе и едет. Нормальная машина. Не знаю вообще, в Роллс-Ройсе имеет смысл говорить об ее технических характеристиках, о поворачиваемости недостаточном, о мощности двигателя. Мне кажется, в этой машине стыдно просто ездить быстро. Не, ну, в самом деле, успешный человек. У тебя достаточно средств. Куда тебе спешить? Езжай в свое удовольствие. А для этого достаточно какой-нибудь пыхтелки в 1,6 литрах. Первое время чувствуешь себя самозванцем. Ну, в самом деле, как ты можешь купить машину, цена у которой выражается двухзначным числом, не имея своего, ну, пусть маленького, но замка, штата слуг, модное слово сейчас батлера, своего штата поваров, костеляна. Как ты можешь купить Роллс-Ройс, не перечислив перед этим половину своего состояния на благотворительность? Мне кажется, это неправильно. Я всего этого еще не сделал, не приобрел, не купил, поэтому, наверное, я все-таки чувствую себя самозванцем. Хотя, с другой стороны, странно, но, мне кажется, на этом месте должен сидеть водитель. А тестировать эту машину нужно сидя, может быть, на заднем сидении, хотя у нее всего две двери. Конечно, Роллс-Ройс сделан для того, чтобы прежде всего производить впечатление. Ну, допустим, сяду я вот на такой Роллс-Ройс, приеду на тусовку английских лордов. Интересно, что они про меня скажут? Подозреваешь, что ничего хорошего и в тусовку свою не примут, потому что у меня нет своего замка, нет своего батлера, нет своего поместья, например. А самое главное, у меня нет древнего рода, который бы я знал до 35-го колена и мог бы гордиться каждым из предков. Наверное, так эта машина и появилась. Хочется стать своим, и тогда вы покупаете купе. И все сразу понимают, едет модный рэп-исполнитель, кто-то успевший что-то урлать. Странно, что представители Роллс-Ройса прежде всего почему-то бросились меня убеждать в том, что эту машину покупают практичные люди. У нее капот едет впереди вас на километр. А если я скажу, сколько она съедает на 100 километров в городском режиме, про практичность можно сразу забыть. Нет, нет. Эта машина совершенно для другого. Зато на этой машине можно приехать в модный клуб, ресторан, или сразу же найдут место на парковке. Сразу же посадят за лучший столик. Надежды на чаевые очень многое с людьми делают. Здесь, я думаю, средний возраст владельца Роллс-Ройса, особенно такого двухверного, лет на 20-30 меньше, чем в Европе. Специально смотрел, кто ездит в дорогих машинах. Это все пожилые люди. Интересно, вот если смотреть на правильного покупателя Роллс-Ройса, на вот этого старикана, как это случается? Он сидит в своем кабинете, в роскошном кресле, и вдруг ему приходит в голову мысль, я могу купить Роллс-Ройс. Хотя следом за этим, наверное, приходит мысль, боже мой, я старый. Я думаю, что к этой машине нужно относиться как к тягте. Если ты спрашиваешь, сколько она стоит, значит, она тебе не по карману. Но я с удивлением узнал, что Роллс-Ройсы продаются в кредит. Вот это настоящее унижение для марки. Думаю о том, можно ли поплатить еще чуть-чуть, покрасить ее в желтый цвет и поставить на крышу шашечку. Тогда можно было бы ездить по полосе для общественного транспорта. Вот это достойная инвестиция была бы. Для чего эта машина может понадобиться человеку? Из любви к искусству, окей, да, некоторые могут все это оценить. Я слышал, есть целые коллекции Роллс-Ройсов. Но, правда, в них больше ценятся старые экземпляры. Для того, чтобы производить впечатление, это было бы странно, потому что те люди, на которых можно произвести впечатление своей машины, вряд ли нужны тому, кто может позволить себе такую машину. Чтобы получать удовольствие от вождения, пожалуй, для этого нужно что-то более злое, подходящее для гоночной трассы. Честно? Я не понимаю, для чего она нужна эта машина. Точно могу сказать, что миллиардер Прохоров такую машину себе лично не купит. Знаете почему? Размерчик не тот. Самое обидное, что в тот момент, когда ты понимаешь, что можешь себе позволить такой автомобиль, ты уже, скорее всего, не способен испытывать удовольствие от подобных покупок. Значит, назвать этот автомобиль автомобилем мечты лично мне трудно. Исходя из этого, я могу сказать, что нужно мечтать о чем-то большее. Говорят, скучно жить было только царю Соломону и Николаю Гоголю. Вы знаете, я их стал понимать, потому что машины скучнее я в жизни не встречал. Это был Андрей Матвеев. Программа «Гран Тест» продолжается. Почти год назад, когда мы рассказывали вам о достоинствах длиннобазного Роллс-Ройса ГОСТ, английские инженеры отрапортовали о том, что решили задачу, как пересадить владельца Роллс-Ройса с заднего пассажирского на переднее водительское сидение. И представили публике именно этот автомобиль. В 2014 году новый двухдверный и очень мощный Роллс-Ройс доехал, наконец, до России. С вами Александр Добин. Программу «Гран Тест» продолжу я. Александр Добин. Автожурналист, телеведущий. Возраст 44 года. Водительский стаж 17 лет. Боится нетрезвых водителей трамваев и недолюбливает эвакуаторы. Убежден, что в мегаполисе скоро все пересядут на велосипеды, независимо от желания. Всегда уступает женщинам полосу. Явив миру новый рейс, англичане нагло заявляют, что это не просто самый мощный, самый быстрый, но и самый технически совершенный из всех роскошных существующих в мире автомобилей. И теперь все новые продвинутые олигархи всего мира, сменившие смокинг и котелок на ветровку и джинсы, ринутся, наплевав на традиции, пересаживаться с заднего сидения Роллс-Ройса вперед на водительское место, потому что здесь лучше, удобнее, комфортнее и прикольнее. Так ли это, мы заодно сегодня и проверим. Перед тем, как начать делиться впечатлениями, вначале хочется сказать несколько лестных слов в адрес компании BMW. И вот по какому поводу. Когда в 1998 году компания Volkswagen Group приобрела права на Роллс-Ройс, со всеми техническими, инженерными, электронными разработками, со всеми архивами, со всем, что было создано этими компаниями за время их существования, неожиданно выяснилось, что в контракте предусмотрено все, кроме одной мелочи. Компания Volkswagen не может распоряжаться названием Роллс-Ройс, потому что это название ей не принадлежит. Отсюда вы вот внимательно читаете в договоре все то, что написано мелким шрифтом. Пригодится. И вот бы Volkswagen исправить эту досадную ошибку, загробастав себе Роллс-Ройс, а нет, знаменитый баварский бренд как раз BMW оказался гораздо расторопнее и выкупил все права на использование названия Роллс-Ройс себе. Только название и больше ничего. И вот ровно с 1998 года знаменитое наследие Генри Ройса возродилось заново, можно сказать, что получило вторую жизнь. И началось. Весь тот модельный ряд Роллс-Ройсов, о котором мы сегодня можем говорить, как о действующем, тщательно оберегая классические традиции марки, немцы создавали практически заново. Сомневаться в том, что у них это получилось, я думаю, нет смысла. Сильные мира сего считают главным предметом своего вожделения легендарный фантом. В 2009 году на свет появился несколько более молодежный ГОСТ. И вот новинка, которая стала главной премьерой Женевского салона 2013 года, это тот самый автомобиль, на котором мы с вами сегодня едем. В данном случае англичанам удалось соединить несоединимое. Консервативный фантом, элементы которого нашли свое место в салоне. И абсолютно демократичный ГОСТ, на базе которого построен Рейс. И, конечно же, это уже совсем не тот автомобиль, на котором надо ездить исключительно сзади. Осталось все, что в нашем стереотипном мозгу является атрибутами Роллс-Ройса. Начиная от звездного неба, зашкаливающий комфорт, запредельный пафос. Безусловно, цена, куда же без нее. Машина по стоимости, соперничающая с бриллиантовыми колье от ведущих ювелирных домов мира. Да бог бы с ней, со стоимостью, как-то очень чувствительно уловив тенденцию молодеющего бизнеса. Англичане придумали автомобиль, который стал еще и ультрасовременным во всех пониманиях этого слова. И Роллс-Ройс, безусловно, гордится тем, что он сделал. Потому что, если раньше на вопрос о мощности автомобиля англичане говорили, что она достаточная, то сейчас они подчеркивают, что это двухдверное купе, разгоняясь за 4-6 секунды до 100 километров, имеет бетурбированный мотор в 660 сил с крутящим моментом 800 ньютон-метров. Сказать, что этого много, ну, наверное, сказать недостаточно, потому что это запредельно зашкаливающая мощность автомобиля, при этом находясь за рулем которого, тебе не хочется ехать быстро. А между тем, Роллс-Ройс, наплевав на кризис, увеличивает свои продажи. В прошлом году они достигли почти 4000 штук. И компания абсолютно по праву считает Россию своим четвертым рынком после Америки, традиционно Китая, арабских стран. Ну и мы в этом почетном списке. Хотя, если говорить о стоимости, то машина относительно прочих Роллс-Ройсов относительно недорогая. Я не знаю, как там олигархи, у меня это все еще впереди, но никогда ни за рулем, ни на заднем сидении Фантома или ГОСТа, благо есть чем сравнивать, я не испытывал такого кайфа, который испытываешь, находясь за рулем нового рейса. Если у вас будет такая возможность, попробуйте все эти эмоции, потому что машина, хоть и Роллс-Ройс, совсем не Роллс-Ройс, я немножечко путно изъясняюсь, но поверьте, все это полностью соответствует действительности. С вами был Александр Допин, программа «Гран-Тест» продолжается. Здравствуйте, меня зовут Андрей Хрисанфов. Сегодня программу «Гран-Тест» заканчиваю я. Погода у нас сегодня, прямо скажем, довольно-таки английская. Дорочек моросит. Так и хочется, так и тянет сесть в английскую же машину. Андрей Хрисанфов. Автожурналист, переводчик, автоисторик, обозреватель газеты «Авторевью». Любимые автомобили. Американцы, выпущенные до середины прошлого века. Искренне считает и на практике доказывает, что знать про автомобили все можно и без наличия водительского удостоверения. Складываем зонт. Зонт, кстати говоря, тоже английский. И тоже фирма «Роллс-Ройс». И убираем его на отведенное ему место. В «Роллс-Ройсах» принято ездить, как известно, сзади. И я эту традицию нарушать не намерен. Слегка, может быть, неудобно. Цепляешься ногой за косяк, за нижний порог кузова. Но, в общем и целом, когда устроишься, здесь вполне комфортабельно. Ну вот, разместились. Можно ехать. Водитель, закройте, пожалуйста, дверь. Вот так. Сзади ничуть не хуже, чем спереди. Если станет машина слишком жарко, можно, конечно, включить кондиционер. Можно и подушать свежим воздухом открывшее окно. Исторически в «Роллс-Ройсе» главным пассажиром был как раз задний. На него было рассчитано вообще все на свете для его удобства. Дело все в том, что машина была большая, тяжелая. И нормальный человек без специальной подготовки, да еще и без хорошей физической подготовки, с такой машиной просто не справился. А после Первой мировой войны как-то и народ не весь с фантов пришел. Победнее жить стали. В общем, пришлось владельцам «Роллс-Ройсов» самим садиться за руль. Тогда фирма «Роллс-Ройс» подготовила к выпуску так называемую «младшую модель». Вот, собственно говоря, потомок тех самых машин, и есть вот этот вот наш сегодняшний знакомец. И очень быстро народ вошел во вкус. И малый «Роллс-Ройс» стал, собственно говоря, таким же «Роллс-Ройсом», как и любой другой. Но надо еще заметить, что настоящие большие «Роллсы», они дожили только до Второй мировой войны, а после на передний план выдвинулись именно те машины, которые раньше считались малыми. Их было в приказном порядке указано считать полноразмерными. Вот с тех пор так оно и идет. С «Роллс-Ройсом» прежде всего ассоциируется высокое качество изготовления. А все вот эти особенности, они же привносились теми, кто выполнял для машины кузов. Изначально ведь «Роллс-Ройс» поставлял только шасси. Кузовщиков постепенно становилось все меньше и меньше, меньше и меньше. И в конце концов, кто-то из них поступил на службу непосредственно компанией «Роллс-Ройс». Они приобрели фирму целиком и сделали ее своим подостроительным придатком. Поначалу основатели, отцы, Чарльз Роллс и Фредерик Генри Ройс, они договорились, что они будут делать вместе автомобили только самого лучшего качества. Это успела прибыть к нам машина, которую заказал себе непосредственно император. Это был уже большой-пребольшой лимузин, но, правда, с открытым передним отделением, водитель сидел под дождем и снегом. Зато сзади хватало всего-всего-всего. Жизнь у нас значительно изменилась с тех пор, когда владелец мог брезговать самостоятельно, сидеть за рулем. А дело в том, что сейчас владельцев, умеющих управлять машиной, стало намного больше. Уже не нужно быть Иваном Поддубным, чтобы повернуть руль на ходу. Так что это вполне естественное смещение в сторону владельцев, водителей. Не так-то уж много автомобилей сейчас нуждается во всевозможных формальных атрибутах, типа откидывающейся задней части ландалят, чтобы тебя там могли все видеть, как английскую королеву, как ты едешь на своем авто, какой ты при этом весь из себя преисполненный собственной важности. Потом Роллс-Ройс же не надо часто менять. Его как один раз построил, так он и ходит. Лет по 50, по 60, а то и более того. Сейчас уцелевшие Роллс-Ройсы все на ходу, даже если это машина 20-30-х годов. Сзади совершенно не чувствуешь себя обделенным, просто у тебя нет возможности контролировать свою машину. А по удобству все нормально, подлокотник справа, подлокотник слева. Та же самая натуральная кожа, что и спереди. Раньше ведь как считалось, что кожа эта фи, это для простого народа, кожей обивался только водительский салон. А господа сзади, владельцы, они сидели в тканевом, обитом гобеленами, это опять же деревянные вставки, опять же всякие бутоньерки для цветочков. Не было у них тогда вот радио, чтобы вставить Роллс-Ройс, но как только появилась возможность его установить, его, конечно, тоже установили. И даже одно время были лимузины, оборудованные телевизором. Телевизор, конечно, был еще черно-белый, портативный маленький, экранчик размером в открытку. Так что сзади здесь сидеть ничуть не хуже, чем спереди. Просто есть такие нетерпеливые люди, которым обязательно нужно свою машину именно везти, а не куда-то там такое на ней ехать. Конечно, конечно, в машине, ориентированной на владельца водителя, лучше быть водителем. Стесняться им, в общем-то, нечего. Он по-прежнему бесшумен, он по-прежнему плавен на ходу. Все эти старые рассказки про то, как человек подошел в автомобиль Роллс-Ройса и не заметил, что у него работает двигатель. Или поставил ему, скажем, серебряный какой-нибудь рубль эмиссии 24-го года на его граненый радиатор, и тот не упал. Или там стакан с водой. В наше время автомобиль Роллс-Ройс – это прежде всего статус. Просто ездить можно на любой машине. Ездить важно и денежно можно только на Роллс-Ройсе. Сейчас, если ты хочешь подчеркнуть, что ты не кто попал, обязательно берешь себе Роллс-Ройс. Основная его задача – это выделять вас среди прочих. А все остальное – это уже, ну, как бы само собой. Ну что же, пора прощаться. Ну, невзирая на то, что данный автомобиль совершенно явно предназначен для тех владельцев, которые сами будут его владеть, я должен заметить, что сзади здесь не чуть-чуть менее комфортно, чем спереди. С вами был Андрей Хрисапов. Это была программа «Гранд Тест». Покупайте Роллс-Ройса, если только у вас есть такая возможность. Для кого-то главное – обаяние нового Роллс-Ройса в его недоступности. Кто-то просто привык к нему как повседневной составляющей своей жизни. Кто-то по-прежнему предпочитает роскошный задний диван, а кто-то с наслаждением садится за руль и жмет на газ. Смело можно утверждать, что новый Роллс-Ройс Рейс может удовлетворить всех, в том числе и наших сегодняшних экспертов. Один мой друг сказал, вчера на свадьбе поездил на лимузине, с утра не хотелось идти на работу. Я чувствую, что это то же самое. В природе все взаимосвязано и сбалансировано, поэтому отвратнейшая погода на улице заменяется потрясающим удовольствием за рулем этого Роллс-Ройса. И поэтому, если у вас есть случайно лишних 17 миллионов рублей, дайте их мне, я куплю себе эту машину и буду возить вас куда угодно в любое время дня и ночи абсолютно бесплатно. Ну что я могу сказать? Роллс-Ройс есть Роллс-Ройс. Что нынешний, что прошлый, что спереди, что сзади, это все равно Роллс-Ройс. Бесполезно хвалить все, что и так совершенно. Самое правильное – попробовать накопить личный опыт и приобщиться к легенде. Ну и одновременно понять, что такое сверхсовременный автомобиль с элементами супер-премиума. И вам наверняка захочется себе точно такой же. Особенно после просмотра программы «Гран-Тест». Продолжение следует...